Три недели осталось до начала нового учебного года, а проблема с ошибками в школьных учебниках так и не решена. Остается надеяться на учителей и родителей, которые вовремя подскажут детям, что правильное не звонит, а звонит. Подобных ляпов в образовательных пособиях настолько много, что в Казахстане планируют готовить специалистов по экспертизе учебников из числа лучших педагогов страны. Репортаж Марала Манжуловой. Учебник. Русский язык. Сабитого языка, седьмой класс. У калуши калушата. Канна, манна, гуранна и кукуси. У бутявки бутовчонок, гага-прюшка. И огды, егды бутовчонок, гага на пызяву. И пызяву и оплышнул кукуси. Это задание для семиклассников. Согласно ему, ученикам нужно объяснить, почему сказка про и пызяву называется именно так и о чем, собственно, идет речь. Неудивительно, что подобные задачки и у взрослых вызывают множество вопросов. Качество школьных учебников – тема ежегодных дискуссий. Дошло до того, что в образовательных пособиях все чаще встречаются элементарные ошибки. Неправильные исторические даты, переводы, ударения. Например, ошибочная звонит вместо правильного звонит или свекла вместо свекла. Смущают и иллюстрации. К примеру, вот этому курящему мальчику в учебнике для шестиклассников точно не место, считают родители. Голым охотникам на бизонов, разумеется, тоже. Много ошибок, бывают разные. Бывают грамматические ошибки, когда просто неправильно написаны слова. Неправильно, там, математики где-то были решения неправильные. А есть еще психолингвистические ошибки. Это содержание, понимание ребенка, его возраста и ту информацию, которую он может воспринять. Вот это самое главное, что это была ошибка замечена. Что наши учебники, они не всегда понятны нашим детям. Возмущают родителей и вопросы про казахстанского уличного рэп-исполнителя М.С. Сайлаубека. Какие песни он исполняет и в каких шоу принимал участие, или почему Геннадий Головкин выходит на ринг в Чапане. Кстати, низкое качество учебников признал и глава Минобразования Асхат Эмагомбетов. Он заявил, что лично нашел в них ошибки и предупредил производителей о серьезных санкциях за опечатки. Я посмотрел специально и сам нашел ошибки в учебниках английского языка, литературы, географии и физики. Элементарные, простейшие ошибки. Есть задачи, по которым ответ не совсем совпадает по решению. Много ошибок с переводом. Это абсолютно недопустимо. Нашим детям приходится учиться по таким учебникам. Каждый год одно и то же. Сколько это будет повторяться? Как обещают, недолго в Казахстане планируют отдельно готовить авторов образовательных пособий и специалистов по экспертизе школьных учебников. Это около тысячи человек из числа лучших учителей страны. А еще заставить издателей исправлять ошибки за свой счет и внедрить слепое рецензирование. То есть эксперты во время проверки литературы не будут знать автора, освобождаясь таким образом от давления со стороны составителя. Ежегодно вопрос качества учебников поднимается. Очень много претензий у общества относительно качества учебников. Мы должны согласиться тем, что во многом эти претензии абсолютно оправданы. Действительно, ошибки и проблемы есть. Кто-то их называет опечатками, кто-то техническими ошибками. Но общество это не интересует. Мы готовим учебники и мы должны держать качество и эффективность работы. Факты грубых ляпов и элементарных ошибок преследуют казахстанских школьников уже третий год. С введением обновленного содержания образования. В профильном ведомстве связали это прежде всего со спешкой, недобросовестной экспертизой и безответственностью издательств. Образование это такая сфера, она не допускает ошибок. За каждой ошибкой в образовании в педагогии состоит человеческие судьбы. Мы не можем, да мы признали, что на сегодняшний день министерство признало, что учебники с ошибками. Но мы не можем всех детей, которые три года по обновленке занимались по этим учебникам, их оставить на второй, на третий год, написать им новые учебники. Тот факт, что в этом году уполномоченные органы закупили учебников на 2 миллиарда тенге, также не остался в стороне от внимания родительской общественности. По их мнению, это пустая трата бюджетных денег на книги, которые изначально качественно недоработаны. Отмечу, на сегодня около 40% таких вот новых пособий уже доставлены в регионы. Мара Ламанжолова, Даная, Исатай, Хабар, 24.